Всем привет! Сегодня бы хотел поговорить, как измерить цепь, если вы ставите новую цепь на двух подвес, это спереди амортизатор и сзади амортизатор, и если у вас 12-скоростная кассета. Для того, чтобы это сделать, нам нужно либо снять амортизатор, либо полностью его спустить, то есть воздух спустить, и сжать до максимума, и затянуть какими-нибудь стяжками, чтобы это не двигалось. Для чего это делается? Для того, чтобы, когда вы ездите на велосипеде, у вас амортизатор работает, соответственно, цепь тоже натягивается и обратно уходит в свое спокойное состояние. И опять она скачет все время туда-сюда, туда-сюда. И вот для того, чтобы измерить вот этот максимум, когда она в сжатом состоянии, то есть когда вы сжимаете, цепь у вас здесь растягивается, нужно полностью спустить, сжать, надеваем новую цепь на большую звезду, минуя переключатель, и натягиваем на самую большую звезду спереди. Если такая, если у вас там больше. Но я говорю, этот метод только работает на двухподвесе и с 12-скоростной кассетой. Когда вы ставите новую цепь, натягиваем ее, и там, где цепь встречается, звено на звено, если полностью круг сделать, вот там, где она встречается, у нас остаются остатки. То есть сейчас у меня цепь обрезанная, но если у вас не обрезана, у вас будет, скорее всего, больше звенив. Но там, где она встречается, отмеряем два звена. То есть раз звено, два звено. И у вас должно быть получиться вот два внутренних звена. Если у вас получилось одно внешнее звено, значит, плюс еще добавьте одно звено, чтобы у вас получилось два внутренних. То есть если чуть-чуть будет больше, не страшно. Главное, чтобы было не меньше. Вот когда у вас получилось два звена, добавляем еще мастерлинг. Вот это будет конкретная, корректная длина цепи. На мой взгляд, это самый лучший метод, потому что другие методы не очень понятны. И я вот нашел для себя конкретно вот этот метод и считаю его более таким, самым правильным. Это будет такая самая правильная длина цепи на двухподвесе с 12-скоростной кассетой.